еще раз всем привет спасибо вам и сегодня мы будем обсуждать тему google аналитики для некоммерческих организаций в частности поговорим о том вообще что это такое для чего это нужно и рассмотрим какие-то практические советы в начале я пробегусь быстренько по слайдам стандартным если вы смотрите в записи меня зовут алексей ниц и являюсь вент редактором теплицы социальных технологий и провожу такие вебинары как этот и делал видео уроки если у вас есть какие-то вопросы или предложения или пожелания вы можете найти меня по этим контактам которые здесь написаны то есть пишите напрямую с радостью отвечу в двух словах кто мы такие мы теплицы социальных технологий это общественно образовательный проект который связывает некоммерческие инициативы организации активистов и с другой стороны это эти секторы то есть это специалисты которые владеют навыками разработки сайтов приложений так далее мы с различными способами вместе сталкиваем проводим мероприятия онлайн и оффлайн и делаем так чтобы некоммерческие организации больше узнавали о технологиях интернете и возможности которые это предоставляет от другой стороны чтобы эти секторы и представители вот разработчики программисты понимали что помимо всего прочего можно делать классные полезные проекте которые будут приносить пользу наш сайт выглядит таким образом ссылка на сайт приедет раиста .ру и в социальных сетях мы везде слэш теплицы ст если вы пропустили какие-то наши мероприятия вы можете во первых посмотреть анонс в разделе мероприятий в том числе там есть вкладочка отчеты вы можете нажать и посмотреть все отчеты мероприятия которые у нас проходили также можно от сортировать по типу мероприятий по годам и так далее достаточно удобно и полезно вебинары мы наши записываем посмотреть их можно как на нашем сайте так и в плейлисте на ютюбе ссылка здесь есть она кликабельная то есть мы проводим вебинар в месяц соответственно накопилось достаточно много материала по сути мы стараемся сделать так чтобы за час была раскрыта тема и было понятно что это такое поэтому часто достаточно посмотреть вебинар чтобы понять для себя что это такое и там в принципе тематика достаточно широкая скринкаст или онлайн уроки такие небольшие видео где вы можете посмотреть как пользоваться тем или иным онлайн сервисом также рекомендую там достаточно их уже много более 100 про дизайн про цифровую безопасность также можете найти для себя что-нибудь интересное независимо от того что вы делаете для своей работы для личных каких-то целей также ссылка кликабельно можете потом перейти и естественно чтобы не пропустить какие-то новые записи вы можете подписаться на наш канал на ютюбе тоже ссылка кликабельно нас уже больше трех тысяч человек и быстренько хочу анонсировать конференцию по онлайн образованию которая пройдет 22 октября в субботу в москве ее организуем мы и она нацелена на некоммерческие организации социальных предпринимателей которые мы хотим рассказать тех онлайн образование обучение которое существует сейчас поэтому подразумевается интересная дискуссия если вы в москве у вас свободно есть время вы приходите ссылка опять же к кликабельно можете перейти посмотреть программу более точно она будет сформирована в начале следующей недели и вы можете зарегистрироваться участие бесплатно также можете передать или расшарить своим друзьям тоже наверное будет полезно и да сегодня тема у нас достаточно такая широкая наверное действительно за там один час я рассказать невозможно мы сегодня постараемся показать вообще что это такое какие-то нюансы определить в таком понятии глобальном как google аналитика для чего вообще нужна аналитика то есть мы сегодня скорее всего будем говорить только о сайтах потому что по сути можно анализировать статьи мобильных приложений сегодня мы будем говорить о сайтах и естественно что практически у всех не коммерческих организаций там и каких-то инициатив сегодня есть социальные сети сегодня есть сайты поэтому нужно понимать кто откуда приходит кто ваш целевой аудитории чем лучше вы будете ее понимать тем более эффективно будет с ней работать соответственно если вы проводите например какие-то мероприятия и либо собираете пожертвования либо проводить какие-то социальные компании то использование аналитики например google аналитик да это еще более важно для вас потому что чем эффективнее вы будете использовать вашу аудиторию понимать тем например эффективнее вы будете собирать пожертвования либо приглашать больше людей на те мероприятия которые вы проводите собственно в этом и цель быстренько я тут в презентацию добавил несколько материалов которые у нас уже есть на сайте по теме google аналитики во-первых есть такое пожертвовое руководство по настройке google analytics и 5 малоизвестных функций ну что нажать почитать наш материал потом у нас есть видео урок как установить google аналитику на сайт wordpress то есть если у вас есть сайт на wordpress есть очень простой способ как это сделать тоже можете посмотреть там буквально 5 минут и есть еще видео урок как установить цели в google аналитики и отслеживать конверсии и есть видеозапись вебинара и презентация по google аналитики для сайта нкао это такое было более обзорные вебинар именно потому как это выглядит да как сервис google аналитики выглядит и какие там есть разделы что можно посмотреть вот а сегодня будем говорить в общем и глобально и дадим какие-то практические советы почему эти материалы рекомендую посмотреть а сегодня мы именно послушаем илью чухляева хочу его представить это руководитель аналитики агентства adventum и преподаватель курсов по digital аналитики илья если ты меня слышишь в принципе можно же включить камеру и микрофон и да я передаю тебе слово единственное что во вкладке документы нужно загрузить включить твою презентацию зайди пожалуйста да потому что я не смогу я туда листать то есть ты не сможешь листать если я открыл так сейчас меня слышно да окей презентацию вроде как открыл она начать демонстрацию да 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 все вроде сделано теперь все должно быть видно все да видно все спасибо перейдите да супер спасибо большое алексей не поставлю меня зовут илья я здесь немножко уже устаревшая информация я уже не являюсь руководителем дел аналитики непосредственно вот но достаточно долго с ней был связан ну скажем так семь лет занимаюсь этим вопросом повышение конверсии сайтов повышение эффективности проектов и за это время 2009 года вообще само понятие там аналитики она очень сильно поменялось не просто ну сама аналитика конечно не поменялась вообще ну как предмет да это есть некий набор методов работы но очень сильно поменялись инструментарий они стали с одной стороны стали сложнее намного вот и например если раньше был google analytics 2009 году если вы говорили настройте мне google analytics то это была достаточно простая задача нужно поставить счетчик нужно настроить несколько действий и собственно все то сейчас для некоторых проектов у меня выделена целая команда из двух трех четырех человек которые на протяжении года годовых контрактов настраивают системы аналитики это только настраивают помимо самого анализа вот это очень объемная работа она связана с тем что да ну стало во первых сложнее во вторых стало гораздо больше возможностей я сегодня покажу такую штуку как карта инструментов и расскажу про возможности все которые инструментарий наверное чем вообще может пользоваться человек для принятия решения по своему проекту расскажу наверное немножко совсем вводную прям совсем вот по инструментарию аналитика если посмотреть на весь интернет маркетинг а вообще в принципе мы с вами говорим о digital аналитики да и google аналитики инструмент digital аналитики интернет маркетинг имеет огромное количество разных дисциплин типа контекстной рекламы тизерной рекламы все о продвижения во всех этих дисциплинах есть одна задача это привлечение аудитории то есть вы размещаете рекламу вы размещаете какое-то объявление и дальше вы пытаетесь схватить какие-то заинтересовать схватить аудиторию привести ее на сайт ну и соответственно чтобы она выполнила определенное нужное вам действие либо подписалась на мероприятие либо какие-то пожертвования либо какая-то коммерческая задача сама по себе аналитика является единственной дисциплиной которая позволяет вам сделать выводы то есть оценить то что произошло то есть контекстная реклама это привести до аудитории а вот что с ней произошло и насколько эффективно вы это сделали может позволить только дисциплина аналитики теперь где она существует этот слайд в принципе большей степени для коммерческих проект но надо понимать все возможности которые есть у digital аналитики что сейчас происходит что что сейчас необходимо оценивать до для такого большого комплексного проекта это в первую очередь онлайн данные 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 оффлайн да они бывают разные ну то есть что такое онлайн данные это например источник трафика с которого пришел человек мог пришти смр рассылки показ какой-то рекламы действия какой-то пользователя на сайте оффлайн данные ну например вы опять же проводите дальше мероприятия вы собираете эту аудиторию вам нужно чтобы они пришли вот у вас есть конверсия из регистрации мероприятия до какого-то результата до того что человек пришел вы это можете где-то например записывать и понимать вообще на самом деле да у меня есть мероприятие провожу я получаю там 400 регистрации мероприятия но люди например почему-то очень много людей не приходит нужно ли мне например ввести какой-то дополнительный шаг коммуникации с человеком чтобы это мероприятие ну соответственно приходило больше людей например отправлять им дополнительное письмо или например там прозвонить этих людей чтобы они действительно не забыли и пришли и бизнес-данные ну здесь скажем так в большей степени оценивается как раз коммерческая составляющая то есть что происходит после того как вот ваш пользователь взаимодействовал на сайте с вашим проектом и дальше какую там какую пользу он принес ну например на сколько он был качестве насколько качественная была регистрация в какое-то действие опять же ну если касаемо мероприятий да факт прихода человека на мероприятие и что это был за человек можем ли мы с этим человеком вместить его в конкретную базу данных для того чтобы дальше с ним коммуницировать и предлагать на другие виды мероприятия это данные вот эти три круга которые нарисованы слева они отвечают за то какие данные вообще мы можем получать чем мы можем оперировать и помимо этого есть знание это тоже чем должен обладать человек который начинает заниматься анализом проект анализом эффективности проекта зачем ему нужны например внешние зачем нужно внутреннее понимание продукт очень просто если вы будете делать выводы о ваших о вашей аудитории что например не происходит какого-то целевого действия на сайте то есть люди приходят вы их приводите но они почему-то не выполняют задачу которую перед ними ставить и при этом вы не понимаете хорошо глубоко продукт ну когда это может произойти когда вам вас просят как например эксперты иногда да вот я например как эксперт могу прийти в какой-то продукт не разобраться в нем и тогда от меня будет польза нулевая вообще потому что если я его не понимаю то выводов никаких грамотных для бизнес для именно вот этого проекта для его эффективности сделать не смогу нужно внутреннее понимание и очень часто нужно такое понимание как нужен такой такой момент как есть такое слово в японском гембо терминология что это такое это термин который отвечает за переводится как место в котором все происходит вот очень часто люди делают выводы но исходя из данных смотрят на данные смотрят результаты данных и делают выводы при этом не делая например такой вещи как просто вникание в проект и например демонстрация проекта на себе демонстрация понимания как пользователь проходит весь путь до выполнения задачи на себе соответственно там возможно какое-то общение с этим пользователем что не удалось сделать что удалось сделать вот и без этого понимания очень часто делаются неправильные выводы есть еще один блок это внешние знания на рынке рынке о понимании что происходит например вы делаете мероприятие а рядом есть в этой же даты есть такое же мероприятие вот и в это не учли соответственно вы получите меньше людей которые придут ну просто банально по распределению скорее всего кто-то пойдет на мероприятие одно а к вам придут соответственно меньше людей ну просто конкуренции мероприятий вмешается в эту задачу помимо этого ну есть определенные инструментарии есть инструментарий где можно посмотреть например там трафик конкурентов изучить общую ситуацию на рынке и такие прочие моменты которые позволят вам сделать общий вывод о том как вы себя чувствуете относительно других похожих на вас проект собственно основной челлендж да вот мы знаем что ну сейчас digital аналитика когда в принципе даже в 2009 году когда на этом я начинал не работать вот она наверно вот основная задача была это измерить эффективность взаимодействия с клиентом и эффективность его привлечения и вот что тогда что сейчас вариантов взаимодействия с клиентом и влияние на клиента и было достаточно много всегда и вот например несколько ну я их называю точки касания с клиентом да и возможно они увидели услышали о вашем мероприятии где-то на тв или где-то на по рекомендации возможно они увидели рекламное какое-то размещение возможно вы взаимодействовали с ними у вас есть база и вы предложили им с помощью там холодного звонка например еще какие-то методы и очень много вариантов касания используют то есть точек касания что например он проходит он он увидел вашу рекламу дальше он попал на сайт он увидел ну понял как с вами взаимодействовать он может несколько раз зайти к вам на сайт прежде чем зарегистрироваться на мероприятие или внести пожертвование то есть у него может быть процесс принятия решения и вот по сути задачи челлендж диджитал аналитики такой глобальный да это сделать так чтобы через вот все там возможные точки касания через рекламу через взаимодействие с сайтом и через соответственно мероприятия провести пользователя до задачи с минимальной стоимостью и с максимальной с максимальным результативностью с максимальной конверсия плюс максимальный результат результат может быть выражен в доходе либо в каких-то других других показателях но задача как бы привести меньшим меньшими усилиями да но больше пользователей к результату вот но здесь тоже полка двух концах не всегда меньше усилия делают этот результат поэтому приходится вкладывать и применять дополнительные точки взаимодействия я немножко расскажу о том что мы делаем как компания как агентство адвентум и вообще ну то есть я наверное расскажу в первую очередь про вот просто примеры списка продуктов и услуг скажем так услуг в первую очередь да которые мы можем предоставлять это зачем я показываю данный слайд что вы понимали вообще спектр задач которые решаются в рамках анализа для банально для там нескольких всего цели а цель она одна это у вас цель первое это привести как можно больше людей и на какую-то задачу и чтобы они сделали это максимально быстро безболезненно и соответственно были довольны процессом коммуникации на всех этапах ну вот если вы знаете там если вы ходите по сайту по сайтам разным вы часто если вы зашли на какой-то сайт дальше увидите сопровождение рекламы этого сайта называется ремаркетинг такая штука она добивает людей но вот бывает такое что люди заходят но вы зашли например там зарегистрировались на мероприятие а дальше вас преследует реклама которая позвали ну как бы заставляет еще ну то есть прийти и зарегистрироваться например на мероприятие хотя бы это уже сделали и по сути у клиента точнее у пользователя который уже стал вашим клиентом у него от этого начинает расти негатив к вашему проекту этого не тоже нельзя допускать поэтому чистота коммуникации должна быть на всем частота коммуникации частота пользовательского пути до выполнения задачи и дальнейшего взаимодействия после выполнения задачи с вами как с компанией должно быть максимально вот это собственно есть задача digital аналитики сделать этот путь максимально комфортным для пользователя без каких-то проблем но при этом опять же ориентировать не только на пользователя но и на доход с проектом эффективность проекта вот несколько направлений ну то есть первое направление это по сути дела такое направление когда-то менеджмент то есть это управление как раз данными по сути дела это сбор данных под задачу под под аналитику второй момент это оптимизация то есть оптимизация это услуги которые оказываются у них есть цель до сделать ответ на вопрос как сделать эффективнее то есть вы собрали данные например дальше вот например блоки analytics до написано рекламный аналитик вы собрали данные по рекламе вы должны сделать какие-то выводы то есть провести анализ вы можете провести рекламный анализ вы можете провести анализ поведения пользователей вы можете провести анализ бизнес результат ну или результаты по эффективности а дальше есть блок например оптимизации оптимизация это как вопрос отвечать на вопрос там вот у меня сейчас такой результат а как сделать лучше то есть я например могу предположить что там страница посадочная страница с мероприятия она недостаточно хорошо как бы не достаточно хорошо отрабатывает то есть я задаю задача задача даже а нужно сделать так чтобы она отрабатывала лучше да возможно стоит провести какой-то тест и попробовать предложить другую страницу тем людям которые приходят возможно вы на ней лучше донесете его задачу пользователя почему он должен зарегистрироваться например почему он должен нести пожертвования и после этого соответственно у вас будет лучше результатив то есть в эти в эту задачу входит проведение оба тестов оптимизация продукта ну в вашем случае продукт это может быть сайт оптимизация семантики вот ну и многие другие действия ну и третьим четвертый блок это как раз research то есть вам нужно еще понимать то есть исследование да провести исследование ваших пользователей что это за пользователь просили исследование конкурентов вот вот небольшая карта инструмента в котором приходится работать вообще целом аналитику это ну можно сказать вот здесь есть блок 1 до в центре сколько у нас есть первое у нас есть веб данные ну или данные по мобильному приложению например они есть в таких инструментах как google analytics яндекс метрика они что они нам могут дать аудиторию откуда люди приходят что делают и какой результат получается есть еще рекламные данные но если вы делаете рекламу например яндекс в яндекс директе даете или размещать какой-то баннер этот данный тоже позволит вам понять и сделать какой-то вывод о о том с чем приходится работать и сколько вы сколько вы например хотя бы потратили на ваших пользователей дополнительно вам могут помочь такие инструменты как инструменты для анализа бизнес данных да вот потом эти вопросы вот этот вопрос сколько обязательно должны подкреплять инструменты а почему то есть а почему вот когда вы отвечаете на вопрос сколько у меня получилось вопрос а как сделать лучше и здесь вы можете оперировать двумя моментами первый момент это с помощью сделаны тестирование качеством и тестирование количеством то есть качественное тестирование это опросы респондентов тестирование какой-то целевой группы пользователей. А количество тестирования – это как раз запуск АБТ-теста, проверка его, оценка результата и, соответственно, выводы из этого результата. Ну и дальше вот несколько вопросов. То есть вы можете оценить, где я на рынке нахожусь с двух сторон. Во-первых, шум вокруг вашего проекта, то есть отзывы, негатив, управление репутацией. И второй момент – это конкуренты и рынок. То есть где я нахожусь относительно моих конкурентов. На все это есть определенная группа инструментов, которая позволит ответить на вот такие вопросы. Несколько кейсов, где я вот как раз расскажу, то есть что можно делать с помощью инструментов, аналитики и вообще как можно решать задачу проектную. Вот один из примеров компании – Maxim Telecom. Если вы ездили в метро в Москве, например, вы знаете, что там есть Wi-Fi. И вы можете зайти в интернет, залогиниться и использовать интернет в московской подземке. Вот, собственно, Maxim Telecom – это как раз провайдер подземки. И он позволяет людям получить бесплатный доступ в интернет. Но за это он дает много информации, типа, «Давай-ка мы вам покажем рекламу». Вот. И как бы задача какая была – это когда вы получаете рекламу, дальше вы попадаете на такой портал, который называется Wi-Fi.ru. И вот на этом портале Wi-Fi.ru вы как раз можете там получать какие-то новости о метро, интересоваться тем, что происходит в Москве. Помимо этого есть какие-то дополнительные сервисы, которые вам могут предложить, например, в метро сделать какую-то покупку. Вот. И как бы бизнес-задача в чем была – в том, чтобы вот с тех пользователей, которые приходят на сайт вот этот Wi-Fi.ru, с них получить, ну, дать им большую пользу и получить больший доход. Вот. И как раз эту задачу решали с помощью инструмента Google Analytics, когда мы смогли оценить каждое действие пользователя на этом портале, зачем он приходит, потом совместили это с качественным тестированием, провели, сделали фокус-группы и дальше, скажем так, переработали портал для того, чтобы он приносил а бизнесу больше доход, а пользователям больше удобства в плане, больше информативность в плане московских, данных о Москве, вот, и данных о, там, московской подземке, ну, и сделали, скажем так, проект более лайтовым, и люди стали к нему чуть более лояльными. Ну, что, соответственно, мы смогли отродить бизнес-результаты. Какие еще бывают проекты? Проекты бывают, ну, вот, например, проект чуть большего, более длинного цикла – это вот как раз вот эта замечательная интеграция с бизнес-результатом, когда вот проект «Фабрик и окон», да, ну, задача как бы продавать, ну, пластиковые окна, да, но основная цель, да, которую вы можете вот в этом проекте добиться с точки зрения аналитики, где здесь есть Google Analytics, это когда вы с помощью Google Analytics можете оценивать, вовлечение ваших клиентов в проект, количество, там, целевых действий, количество звонков, и дальше сколько по итогам принесло это дохода клиенту. Ну, в общем, вот такой проект, который вы можете с помощью Google Analytics оценить вложение в проект и доход с данного проекта и как он изменяется. Ну, вот еще один проект, который, он такой более комплексный, здесь нету метрики про деньги, потому что он такой достаточно длинный, и его задача основная – это вот если, ну, представим, да, какой-нибудь проект, например, ну, не знаю, с какими-то услугами или с регистрацией на мероприятия. У вас есть чаще всего там либо набор каких-то мероприятий, где вам ваша задача знать, например, что было за мероприятие проведено и сколько людей на него зарегистрировалось. И дальше Google Analytics будет отвечать вам на вопрос, хорошо, вот у вас было мероприятие, у вас зарегистрировалось, например, 400 человек, и вы считаете, что это хороший результат. Откуда они пришли? Как бы что они делали? Были ли у них проблемы? То есть, зачем вам нужны ответы на эти вопросы, чтобы в следующий раз провести настолько же успешное мероприятие? Вот, и вы должны сделать, скажем так, постклик-аналитику, посмотреть, провести какие-то, сделать какие-то выводы, чтобы в следующий раз не допустить каких-то ошибок в запуске нового мероприятия. Вот вы представьте, что у вас есть сайт, и у вас есть большой набор мероприятий разных. Вот, ну, по сути дела, целевая задача одна, чтобы человек зарегистрировался и пришел. Вот с компанией Мегафон, там задач гораздо больше, то есть там есть вот таких проектов можно умножить на очень большое количество задач. Ну, есть проект, ориентированный на корпоративных клиентов, на частных клиентов, на людей, которые покупают в интернет-магазине, на людей, которые просто хотят понимать, как работает тот или иной тариф, что они получают с этого тарифа, которые хотят получить какую-то услугу. И вот все вот эти действия, они, по каждому из этих действий, мы знаем, по сути дела, с помощью Google Analytics сценарий поведения каждой группы пользователей в зависимости от того, что они хотели выбрать на этом сайте. И дальше мы эту информацию предоставляем в руководство компании Мегафон, которое принимает решение о, скажем так, политике digital marketing на основе этих данных. Теперь вопрос, да, вот как перейти все-таки вот к самой вот этой замечательной Google Analytics, что он, в принципе, может дать для решения таких проектов, для решения коммерческих, некоммерческих проектов. Любой проект, это любой, вне зависимости от типа этого проекта, имеет какую-то свою ключевую задачу. Задача может быть, как я уже говорил, это внесение, внесение, пожертвование, регистрация на мероприятие, продажа какой-то услуги, просто подписка на какое-то, например, событие, на какой-то проект. Это все являются целевыми действиями. Каждое из этих действий может быть наиболее важным для вас или неважным, например. Чтобы это действие, оно у нас в качестве, будет фиксироваться в качестве результата, и мы поговорим о нем в самом конце, но чтобы к этому действию прийти, вам еще нужно, ну, чтобы пользователь до него дошел. У любого пользователя до этого целевого действия есть сценарий поведения. Сценарий поведения, который чаще всего отображается как, ну, вот, может быть, знакомая вам воронка. Ну, здесь она достаточно простая, это показ рекламы, да, переход на сайт, дальше контакт, продажа, там, такая. Если говорить о мероприятиях, то то же самое. Увидели проект, да, где-то на каких-то порталах тематических, пришли на сайт, там, например, изучили страницу с мероприятием, сделали определенную регистрацию на мероприятие и дальше пришли на мероприятие. Это та же самая воронка. Вот. Задача ваша, как аналитиков проекта, она заключается в том, чтобы сделать этот путь, как мы уже говорили, максимально комфортным. Вот. При том, что если мы сейчас говорим о таком общем пути, да, но этот путь, он всегда детализируется. И для каких-то пользователей он, это, они увидели рекламу, а какие-то пользователи нашли вас в соцсетях. Это уже две, по сути дела, два сценария разных, да, и, соответственно, дальше, да, они объединяются на сайте, но это уже два разных сценария, и вам нужно проверить каждый из этих сценариев. Если они перешли на сайт, да, они могут, например, долго изучать страницу и крутить, прокручивать ее до конца, читать, а могут уже знать о вашем мероприятии, его задача только быстро зарегистрироваться, то есть они не тратят время на целевое действие. И это тоже два разных сценария, вот. Их тоже нужно проверять. Google Analytics имеет ответы, по сути дела, на каждый этап воронки, для того, чтобы вы проверили каждый шаг сценария. Их, по сути дела, всех вот этих блоков, их четыре группы. Первая группа, она с аудитория, то есть отвечает на вопрос, кто к вам приходит, кто эти люди, которые являются вашей аудиторией. Конечно, вам никто не скажет, что в этой аудитории, что там вашей аудиторией является Иванов Петр, который живет там-то и, в общем, не знаю, имеет такой-то доход. И вот это ваша целевая аудитория. Конечно, это никто не скажет, потому что информации такой, по сути, нет, она может быть только у вас. Ну и плюс к тому, Google Analytics запрещает отправку персональной информации. Это очень важный момент. Есть источники трафика. Отвечают на вопрос, вот это ваша аудитория, откуда же она пришла? То есть, как вы смогли привлечь их внимание? Поведение. Что они после этого на вашем проекте выполняли? Сколько заняло у них это времени? Сколько они сделали действий? Если, например, они выполняют определенные действия, то, например, посмотрели страницу предыдущего мероприятия. Какая вероятность того, что, показав им предыдущее похожее мероприятие, конверсия в регистрацию на мероприятие увеличится? Вот это все про поведение. Ну и результат, собственно, непосредственно, вот наша цель. К чему мы ведем людей? Их на любом проекте может быть очень много. Например, на том же, если возвращаясь к Мегафону, на вот таком большом проекте, более 400 типов метрик различных, которые могут являться целью. В большинстве проектов имеют одну макро-задачу, то есть задача, которая является ключевой, и какой-то набор дополнительных мини-задач, которые позволят тоже выполнить, прийти к какой-то цели. Разберем 4 блока. Что же вы можете получить? Ну, во-первых, аудитории. Аудитория, в первую очередь, это про данные из вашего браузера. То есть вы должны понимать, что аудитория для Google Analytics это достаточно такая очень топорная штука, которую вы, ну, вам как, наверное, больше там project-менеджером или бизнес-ориентированным людям, эта информация не даст какой-то такой глобальный польз. Но она все же есть, и какие-то инсайты из нее можно получать? Ну, во-первых, это данные о демографии. Что, какие инсайты из нее можно получать? Первый момент, ну, во-первых, ее надо включить, потому что, ну, она автоматически не работает. Как она работает? Она работает, и вы получаете данные из сайтов сети Google. Ну, то есть, например, ваш пользователь ходил по сайтам разным. Например, заходил на сайты спортивных новостей. После чего, после спортивных новостей, он там заходил на, не знаю, какой-нибудь сайт пивного бара, потом он заходил на какие-то сайты рыбалки, да, и после этого его заинтересовало одно из ваших мероприятий. Он зашел. До этого все эти там сайты, они были внутри сети Google. То есть, они принадлежали, ну, не принадлежали Google, а Google имел там свои некие счетчики. То есть, там размещал свою рекламу, например. Например, пользователь попадает на сайт, и, соответственно, дальше Google уже сделал по нему предположение, что, например, ну, так он ходит по таким сайтам, а Google делает предположение только на основе поведенческих характеристик, не принимая в расчет ваши данные по аккаунту Gmail. Ну, во всяком случае, это официальная информация. И он предполагает, что вы, скорее всего, мужчина, который в возрасте от 35 до 40 лет, потому что вот вы делали такие-то действия, и вы смотрели такие-то сайты, вот, и, значит, вы, скорее всего, принадлежите к этой группе. Ну, и по каким-то дополнительным моментам он может делать этот вывод. Такую статистику по демографии вы можете получить не по 100% заходу пользователей, потому что, ну, я как уже говорил, это информация, которая вы собираете только по тем пользователям, которые засветились на сайтах Google. Не все пользователи ходят по сайтам Google. Вы можете таких пользователей не увидеть. Ну, например, вы получите информацию о 60-80% вашей аудитории. Вам это достаточно для того, чтобы сделать некий вывод о том, ну, какой консистенции все-таки приходят к вам люди. Это больше женская аудитория, это больше мужская аудитория. Понятно, что, скорее всего, будет это больше 25-34 группа, но вопрос ее объема, да, все-таки вопрос аудитории более старший, то есть ее действительно много или, я надеюсь, совсем чуть-чуть. Какие интересы были? Google еще дает интересы, да. Там, например, интересы – это спортивные мероприятия. И в зависимости от этого вы можете понимать, как же коммуницировать на вашем сайте, например, с вашей аудиторией. Или как, в зависимости от того, кто к вам приходит, как же сделать так, чтобы они, ну, там, заинтересовались вашим предложением и зарегистрировались на мероприятии или внесли определенные пожертвования. Ну, стандартная информация, которую я не мог не показать, потому что она достаточно важна на самом деле. Это региональное распределение. Ну, банально, что здесь важно? Если у вас аудитория преимущественно московская, это практически один тип аудитории. Ну, то есть с ним достаточно, ну, и с ним можно вести определенную одну коммуникацию. Ну, и также это некий сигнал вам, чтобы, там, сделать какой-то анализ на предмет того, что можно ли развивать региональную аудиторию или нельзя. Если вы понимаете, что потенциал развития региональной аудитории высокий, вам нужно теперь понять, там, вот ко мне сейчас не заходит из регионов, а теперь надо понять, а я могу ее завлечь, и, например, делать ей какие-то, там, вебинары, какое-то ознакомление. То есть, может быть, они на мероприятие прийти не могут, но, во всяком случае, они могут мне какую-то другую пользу принести. Или может быть другая история. Например, у вас много регистраций было с, там, на мероприятие, которое проходит в Москве из регионов. Вот, там, теперь вам нужно понять, эти люди действительно приедут ко мне. Или они просто зарегистрировались, а потом поняли, что это на самом деле в Москве, и вы их, ну, просто, говорят, ну, тогда, да, мне не нужно это, и я не приеду. Вот, я не попаду к вам на мероприятие. Вы уж тогда должны понимать. Наверное, вы либо недостаточно хорошо объяснили им, да, что они должны, то есть, где находится это мероприятие. Вам, может быть, сделать нужно акцент, возможно, добавить карту, где будет проходить мероприятие, да, или какие-то условия, ну, и сделать какие-то другие выводы. В принципе, распределение по регионам, оно полезно именно в тех случаях, когда вы пытаетесь понять, как вам коммуницировать с той или иной группой аудитории, и понимать, что если люди делают целевые действия из регионов, могут ли они быть мне полезны, или мне, там, извиняться перед ними, но, скажем так, игнорировать, потому что, ну, то есть, я им не могу никакой пользы дать, и они мне никакой пользы дать не могут. Есть такой, такой отчет, называется, это гордный анализ в Google Analytics. Сейчас он в статусе бета есть у вас в ваших аккаунтах, но думаю, что он есть уже на всех аккаунтах, и вы можете каждый в него зайти. Что он вам может дать? Ну, представим, что у вас есть аудитория, которая заходит с какой-то определенной целью. Это цель, например, ее задача, там, выполнить эту цель, но вы должны понимать, что, там, эта цель, наверное, там, какая-то долгосрочная, ну, не долгосрочная, а в несколько этапов происходит. Ну, например, ваша задача не привлечь человека на какой-то один контент, а задача коммуницировать с ним достаточно долго. Что этот отчет может вам показать? Он строит распределение вот аудитории, то есть он, например, берет, там, какую-то группу, которая характеризована временем, ну, время захода, например. Время захода, там, 29 августа по 1 сентября. То есть вы, вот, 29 августа по 1 сентября хотите вот этих всех аудиторий, всю аудиторию, которая к вам первый раз пришла на сайт, и теперь вы хотите с ними коммуницировать, например, на протяжении, там, нескольких дней или нескольких недель. Показываем новый контент, заинтересовав их, там, чтобы они следили за ходом какого-то, какой-то задачи, например. И этот отчет позволит вам сделать вывод о том, насколько успешно вы продолжаете коммуницировать с аудиторией, насколько успешно продолжаете возвращать ее. Ну, например, вот на данном скриншоте, вот, у нас люди, которые пришли 29 августа, ну, может быть, с какого-то рекламного источника, да, вы можете эту всегда информацию сегментировать. И 29 августа они пришли, их было там 100%, это логично. Но на второй день, то есть день один, вернулись из них 4%. Дальше из этих 100% вернулось 1.73, да, а там 5%, 1.73. Ну, и дальше, соответственно, вот мы видим, что через какое-то время люди перестают возвращаться на мой проект, и, возможно, мне стоит с ними как-то еще раз прокоммуницировать, еще раз попробовать их вернуть. Я могу, соответственно, обратиться либо к моей базе, либо, если я собираю имейлов, либо попробовать настроить ремаркетинг на вот эту конкретно вот эту группу аудитории. То есть, чтобы вы понимали еще раз, да, Google Analytics — это инструмент анализа, это не инструмент управления задачей. Вы сделали вывод, что вам нужно вернуть аудиторию, которая перестала с вами коммуницировать, например, на вторую-третью неделю. Теперь инструмент управления. Инструмент управления. Либо у вас есть их контакты, и вы можете отправить по ним рассылку, либо у вас нет их контактов, и вы пытаетесь с помощью инструментов ремаркетинга найти их заново в сети. То есть тогда вы берете вот эту аудиторию, эту аудиторию отправляете в Google AdWords, и дальше в Google AdWords уже, с помощью Google AdWords вы уже находите ее в сети и показываете им еще раз причину, по которой нужно вернуться. Когортный анализ — это очень полезная штука, которая позволяет вам оценить продолжительность коммуникации с аудиторией и качество коммуникации с вашей аудиторией. Ну и недавно такой момент появился в Google Analytics, возможно, не у всех еще есть. Есть такой отчет, называется «Отчет о пользователях». У вас есть там такие штуки, как идентификатор клиента. Это идентификатор клиента, который Google сам выдал каждому вашему пользователю. И вы можете каждого пользователя открыть, ну, посмотреть его действия. То есть, по сути дела, это некая юзер-карта, то есть карта о каждом пользователе. Например, у вас какая-то есть интерактивная задача, например, в несколько шагов. И ваша задача понять, да, вот вы можете в помощи Google Analytics задать вопрос к нему «Покажи мне, пожалуйста, всех пользователей, которые выполняли такую задачу». Он вам выводит список, например, этих пользователей. И дальше вы начинаете изучать. Ну, вот если вы с Яндекс.Метрикой работали хотя бы раз, вы знаете, что там есть такая штука, как WebVisor. И WebVisor, что вам позволяет сделать? Он позволяет тоже выбрать какую-то аудиторию и посмотреть их сеансы, то есть что они делали. Ну, вы начинаете понимать, какие у них могут быть проблемы, где они задерживаются и все такое. Вот то же самое только с помощью непосредственно отчетности, да, то есть вы можете посмотреть несколько пользователей, посмотреть, возникает ли у них проблема на каком-то этапе, сколько они времени уделяют этой задаче. То есть, например, они открыли страницу, они начали заполнять форму, и почему-то у них не произошло заполнение формы. То есть вот здесь я понимаю, что мне нужно каким-то образом либо изменить форму, либо понять, в чем причина с этой формы. Ну и, соответственно, вы видите всю информацию по этому клиенту. Ну, он у вас как идентификатор высвечивается, не как реальный человек. Но, соответственно, вы можете посмотреть даже, возвращался ли он и повторял ли задачу. Ну, и всю прочую информацию, которая вам может позволить сделать вывод о том, насколько качественно вы взаимодействуете с вашими пользователями. И по результатам, да, вот первого блока, ну, какие выводы мы можем сделать? Что нужно сделать точно? Это, во-первых, включить отчеты по аудиторию. Зачем вам это нужно будет? Вы будете делать вывод о том, какого типа аудитория к вам приходит и как с ней коммуницировать. Отчет-когортный анализ. Его настраивать дополнительно не нужно. Вы можете просто его зайти в этот раздел и попробовать поприменять разные фильтры, применять сегменты и применить, например, какой-нибудь фильтр к этой группе пользователей, что там хочу не, чтобы у меня через каждый день взаимодействие с этой пользователем показывалось, а хочу посмотреть, как она ко мне приходит в разрезе недель. То есть моя задача – коммуницировать с ней раз в неделю. Используйте его для того, чтобы понимать, насколько подготовлена у вас аудитория, насколько вы с ней часто коммуницируете, насколько они к вам лояльны или насколько они не могут выполнить вашу задачу. Изучайте время взаимодействия пользователя с вашим проектом. Это важный момент. То есть вы сможете понять тот же самый ответ на вопрос, как мне сделать так, чтобы я быстрее дал пользователю то, что ему нужно. Источники трафика. Второй блок. Источники трафика, ну, по сути, это характеристика конкретного сеанса вашего пользователя. То есть как он попал на ваш сайт, откуда, ну, возможно, если вы за него платили, сколько вы за это заплатили еще. По умолчанию, ну, вы можете увидеть вот такой отчет в Google Analytics, который позволит вам по каждому источнику посмотреть результат. Ну, во-первых, это сколько пришло людей, во-вторых, как они себя вели, и, в-третьих, какой результат был получен. Если посмотреть, как бы, что за источники трафика есть в Google Analytics, и вообще, что это такое, то вы, ну, и как Google определяет их, да, то есть несколько типов определения источника трафика. Первый – это UTM. Мы про него чуть позже поговорим. UTM – это характеристика, по сути, оплачиваемого трафика. То есть это ваши личные параметры, которые вы подставляете к ссылке, которую даете пользователю. То есть пользователь видит ссылки, он ссылку, он по ней переходит, видит определенные, там, в ссылке зашиты определенные параметры, и, соответственно, тогда Google распознает, что эти параметры принадлежат такому-то источнику. Ну, и дальше, соответственно, вы увидите, сколько было таких пользователей, какого результата они добились. Что еще Google может определять? Он может определять поиск. То есть Яндекс.Поиск, Гугл.Поиск, Крамблер.Поиск. Он может определять ссылки, с которых приходят пользователи. Например, он приходит в соцсетей. Соответственно, это Facebook или ВКонтакте. Ну, и прямой заход. То есть если вы зашли, просто набрав сайт в URL, то, соответственно, вы можете узнать, что пользователь просто зашел на ваш сайт без какого-то источника трафика. По поводу UTM. UTM – это… Да, я знаю, что верно, рамблер поиска нету, но как бы как источник рамблер поиск у вас будет. То есть вне зависимости от функционала, который стоит на сайте, когда ваш пользователь переходит с рамблера, он не переходит с Яндекса. И первый вопрос вы задаете к выдаче, насколько она релевантна. Да, это вопрос к алгоритмам Яндекса. А второй вопрос уже, там, откуда конкретно пользователь пришел, какой объем с рамблера переходов у меня есть, используя. Всего пять типов UTM-метки, которые вы можете добавить. Это… Ну, вы можете указать… Это все-таки вольные моменты, то есть вы можете указать, что хотите. Есть только два основных обязательных параметра – это UTM-source и UTM-medium. Вот здесь есть в презентации ссылка на подробную информацию, то есть если вы заинтересуетесь, там очень подробная ссылка есть, где можно прочитать про все. Вот здесь вот ниже ссылки есть URL-билдер, то есть зачем это нужно? Вы зайдете по этой ссылке, вы можете просто подставить нужные вам значения, и этот URL-билдер сформирует для вас UTM-метку. Например, вы хотите UTM-метку, которая позволит вам отслеживать email-рассылку вашу. Вы заходите на URL-билдер, вбиваете значения, и по этим значениям вам формируется готовый UTM-метк, который вы подставляете в вашу структуру email-письма. Когда пользователь переходит по ссылке, он, соответственно, уже будет, скажем так, промечен специальной вот этой меткой, и вы сможете понять, что он пришел оттуда. Всего пять типов. Вот если вы захотите отметить какой-то источник трафика. Ну, то есть какие источники трафика вообще можно отметить? В первую очередь, это email-рассылки. Если вы не отмечаете email-рассылку, то пользователь придет из ниоткуда у вас. Он придет как прямой трафик, потому что он приходит с почтового клиента. Если вы не размечаете контекстную рекламу, например, ссылки рекламные в Яндексе, то пользователь у вас просто придет с Яндекса. То есть вы просто узнаете, что он пришел с Яндекс.ру, и вы не узнаете, с какого объявления он пришел. Если вы, например, размещаете пост в Facebook или ВКонтакте, вы можете узнать без UTM-меток, вы узнаете, что пользователь пришел с facebook.com реферального источника, то есть с сайта facebook.com. Но вы не узнаете о том, что пользователь пришел, например, с конкретного поста. То есть вы можете с помощью UTM-метки разметить конкретный пост. Всего пять. Два основных – это рекламная площадка и тип рекламы. То есть вы можете отметить, если это email, то email, UTM-сорс, например, будет у вас email-рассылки, тип трафика, тип рекламы, и тип канала email. То есть канал email будет. Есть еще дополнительные параметры, которые не являются обязательными. Название рекламной кампании. Ну, например, если вы запускаете email, то вы можете сделать какой-то конкретный пост, прописать, что пользователь переходил по этому конкретному посту. По этому посту. Ну и два еще параметра. Если вы пользуетесь контекстом активно, вы можете записывать конкретное ключевое слово, с которым переходил пользователь. Или если вы, например, какое-то делаете объявление уникальное, вы можете записать это в UTM-контент. Ну, это просто пять параметров, которые распознает Google Analytics, и которые он включает в типы источников трафика, и вы сможете их оттуда забрать. И, соответственно, вы сможете проанализировать их. Есть несколько примеров. Ну вот, смотрите, есть неверные примеры, я специально разместил. Неверный пример, да, вот первый. Мы видим, что здесь указан UTM-source, UTM-medium, важные два параметра, да, соблюдены. Но есть ошибка в синтаксисе, то есть обязательно нужно UTM-земля-source, то есть не UTM-дефис-source. Это ошибка, и в этом случае Google Analytics не узнает, с какого источника перешел ваш пользователь. Во втором случае тоже есть ошибка. Здесь уже все параметры прописаны правильно. Видите, они прописываются все. То есть UTM-source и значения Яндекс. UTM-medium – значение оплачиваемый канал. UTM-контент – объявление было такое. Ну, какое это объявление. UTM-компейн – компания 1. И везде указывается через амперсант. Они перечисляются в любом порядке. Порядок не важен. Но вот здесь вот есть очень важный символ для параметров. Все параметры начинаются со знака вопрос. Если это не ставит знак вопрос, то Google опять же не сможет вам сказать, с какого источника пришел ваш пользователь. И вот есть верная реализация. У нас стоит знак вопроса. Все UTM-source прописаны верно. Указан UTM-source, указан UTM-medium. Есть дополнительные параметры. Вы, в принципе, все это можете изучить. И если вы хотите почитать подробнее, то ссылки я вам специально дал. Вот. Применяйте их для email-каналов, применяйте их для плачевого трафика, применяйте их для каких-то ссылок в постах, в социальных сетях. Применяйте, ну, даже для какой-то медийной рекламы, для каких-то сторонних размещений, если вы обмениваетесь ссылками с другого сайта, то есть вы можете добавить ссылку на вас, например, где-то у сайта партнера, и тоже добавляйте ему специальные его непосредственно UTM-метки, по которым вы сможете определить, откуда же пришел ваш пользователь. Что еще есть при работе с источниками трафика? Ну, вот я специально добавил один из примеров для оптимизации. Что, какая стоит задача? Ну, вот, например, у вас приходят пользователи, они приходят с какого-то рекламной кампании, например. И ваша задача сделать так, чтобы они приходили, ну, вот у них вы даете объявление, например, или вы даете какую-то рекламу, или вы даете, просто сообщаете им о какой-то, о каком-то нужном действии. То есть вы сообщаете им о том, что им нужно прийти и что-то сделать на вашем сайте. Вот, например, они получили эту информацию, они нажимают по ссылке, дальше попадают на сайт. И ваш сайт, он должен отвечать вот этой задаче, которую вы ему транслировали ранее. То есть, если он не будет отвечать этой задаче, то, ну, вероятность того, что пользователь не сделает целевое действие, то есть, например, вы в объявлении транслировали одно, а на сайте он попадает на другую страницу, как бы ему приходится искать вас там нужную задачу на сайте, то вероятность того, что он сделает нужное вам целевое действие, она невысока. Вот здесь один из примеров, как можно найти проблему. Мы ее будем искать по показателю отказов. Вот у нас есть рекламные кампании и есть показатели отказов. Первый шаг, который мы должны сделать, ну, вот мы определяем кампании, например, или определяем какие-то источники. Нам нужно найти кампании с высоким показателем отказов. Показатель отказов – это быстрая, качественная характеристика, которая позволяет понять, насколько аудитория соответствует посадочной странице. То есть, если она не соответствует, показатели отказов высокие. Если соответствует, то показатели отказов невысокие. Что такое высокие и невысокие показатели отказов? Вам нужно смотреть относительно себя. То есть, вот здесь у вас есть список рекламных кампаний, и по каждой из рекламных кампаний вы можете сравнить. Ага, вот здесь высокие показатели отказов, а вот здесь нормальные. И у вас есть средние. Если сильно отклонение выше среднего, соответственно, вы можете сделать вывод о том, что здесь что-то не так. Вот. Но когда вы получаете вот этот показатель отказов, во-первых, его надо правильно интерпретировать. Что такое показатель отказов в Google Analytics? Показатель отказов, ну вот, разберем этот пример на времени, да, на такой же похожий принцип считается и показатель отказов, и время на сайте. Например, пользователь заходит на сайт, заходит на главную страницу. Дальше он находится на сайте, там, одну минуту, после чего переходит на страницу услуги. Дальше он там находится 4 минуты, после чего переходит на страницу контакты, например, и уходит. Вот. Google Analytics не знает, что такое уход пользователя. Что он делает? Он, когда вы зашли, например, на страницу услуги, да, у вас 4 минуты, вот, прошло 4 минуты после того, как вы перешли на страницу контакты. После того, как вы перешли на страницу контакты, Google каждый раз, когда вы сделали какое-то действие, которое он знает, да, вот, посмотрели страницу, выполнили какое-то действие, да, он дает вам 30 минут тайм-аута. 30 минут тайм-аут, это значит, что, вот, если в течение 30 минут вы продолжите с ним коммуникацию с сайтом, то есть еще что-то сделаете, и даже вы выходили с сайта, даже пусть вы, не знаю, все закрыли, и компьютер закрыли, но потом вернулись, зашли с того же браузера, это значит, что, там, сеанс продолжен, и время продолжит читаться этого сеанса. Есть страница вот этого контакта, да, вот, то есть на время 10.05 мы зашли и сделали последнее действие, и дальше Google запустил вот этот отчет тайм-аута, после чего проходит 30 минут, и если ничего больше не было, Google считает, что все, сеанс был завершен. То есть он не знает, что вы вышли не через 5 минут, он просто будет думать, что вы ничего не делаете, а раз вы ничего не делаете, 30 минут я вам еще даю, но потом я завершу с вами, завершу ваш сеанс, если вы зайдете через 31 минуту, то это будет новый сеанс уже в ваших взаимоотношениях с этим клиентом. То есть он может сделать два сеанса спокойно за время своего нахождения на сайте, может, соответственно, сделать один сеанс, хотя там находился, где выполнял он одну задачу. Как же посчитается время у нас? Время посчитается с момента первого действия до момента последнего действия, а последнее действие у нас было от открытия страницы контакта. Соответственно, пользователь был на сайте 5 минут. Вот. И то же самое по показателям отказов. Пользователь заходит на страницу «Главное» и после этого, например, не переходит на страницу «Услуги». Ему дается 30 минут, и после 30 минут он выполнил всего одно действие у вас на сайте, ему будет засчитан отказ. Если же он, например, ходил по этому сайту, читал, но никакие действия больше в Google Analytics не отправляли, то все равно отказ. А если вы, например, умеете отслеживать прокрутку страницы, и пользователь ходил по вашему сайту, прокручивал страницу, изучил предложение или изучил контент, который вы сделали, и при этом вы отслеживаете прокрутку страницы на сайте, в этом случае отказа не будет. Потому что Google знает, что было первое действие – заход на главную страницу, и было второе действие – это прокрутка с сайта. То есть для отказа, чтобы был процент отказа, нужно всего одно действие. Если хотя бы два действия, то уже отказа не будет. То есть одно действие в течение 30 минут, и после этого действия 30 минут тайм-аута, то есть 30 минут ожидания. Вот. По поводу метрики. Метрика определяет не точнее, метрика определяет по-другому. Метрика делает точный показатель отказа, в который через 15 секунд пребывание пользователя на сайте говорит о том, что это не отказ. Ну, например, вы за 15 секунд не ушли, значит, вы не отказ. В некоторых случаях это неверное определение или недостаточно точное. Потому что, например, если пользователь открыл вашу страницу во вкладке, то есть не напрямую, а во вкладке, то в этом случае, например, он открыл не только вас, а еще и нескольких других сайтов, а потом про вас забыл. Вот. То… ну и зашел там на вас через 15 минут. То в этом случае метрика уже давно не посчитала, там посчитала, что не было отказа, а пользователь мог про вас забыть, например, и уйти со скрытой вкладки. То есть он по факту получается, что как, пользователь открыл вкладку, счетчик пошел, через 15 секунд засчитал, что это не был отказ, но пользователь так и не открыл вашу вкладку. То есть он мог забыть про вас. И поэтому вы видите, как бы сеанс, отказа не было, но как бы этот сеанс не результативный. Вот. Здесь очень сильно зависит не от того, что правильно, то есть нет такого понятия, правильно или неправильно, или точнее. Есть понятие, как бы, как подходит для вашего проекта. Если вы считаете, что для вашего проекта вот этот показатель отказов должен считаться так-то, то вы можете самостоятельно настроить его. То есть и метрика, и аналитикс настраиваются в этом плане. В метрике вы можете поменять секунды тайм-аута. В Google Analytics вы можете, например, отправлять какое-то целевое действие. Если пользователь находится на странице, и вы, например, считаете, что если он продолжает находиться на странице, и, например, там читает и прокручивает страницу, то вы отправляете это действие, и дальше он у вас не будет уже отказывать считаться. Вот. Вам нужно это определять с точки зрения самого проекта. Но Google и Яндекс считают по-разному. Это верно. По умолчанию. Второй шаг. Да, вот мы с вами там начали определять кампанию по показателю отказов. Мы увидели, что показатель отказов где-то был высокий. Что нам нужно сделать? Нам нужно детализировать рекламную кампанию по, ну, например, по ключевым словам, по которым люди приходят. Что такое ключевое слово? Это качественная характеристика понимания, что происходит с вашим пользователем. Например, если он вводил «хочу» мероприятие в городе Москва, то, скорее всего, он очень далеко от вас, от вашего конкретного мероприятия находится по принятию решения. А если он вводил ключевое слово, например, конкретно вашего мероприятия, то, соответственно, он ищет именно вас. И в этом случае вы можете по-разному предложить ему контент. То есть, например, если он ищет одно, вы можете предложить ему один вариант. Если он ищет, например, непосредственно вас, то вам уже не нужно конкретно, наверное, объяснять ему в деталях, кем вы являетесь. Нужно, но вы можете уже дать какие-то преимущества, почему к вам. Если же он ищет просто мероприятие, как провести какое-то время свое, то вам нужно его убеждать будет на посадочной странице, безусловно. И вот что вы можете получить из этого. Ну вот у вас есть такой интерфейс стандартный. Есть ключевые слова, есть показатель отказов. Есть количество сеансов и показатель отказов. Что вы можете из этого сделать? Вы можете очень просто найти в списке отклонения, опять же, от среднего. Видим, что вот в этом ключевом слове есть 50% отказов, а у других меньше, существенно меньше. Соответственно, ну, наверное, что-то не так, во-первых. Во-вторых, просто банальным типом сравнения, ключевые слова похожие, значит, мы где-то неверно определили либо посадочную страницу, либо типа аудитории. То есть мы неправильно либо задали задачу, либо неправильно дали результат, то есть дали ответ пользователю. Мы можем это проверить. То есть что мы берем? Мы это конкретное ключевое слово выбираем. И дальше добавляем дополнительный параметр, который называется целевая страница здесь на скриншоте, но вообще называется он страница входа. И сравниваем по странице входа. И видим, что большинство, ну, показатель отказов плохой, потому что мы введем пользователя не на ту страницу. То есть на самом деле мы хотим провести его на страницу мероприятия, но почему-то введем его на страницу условия возврата денег. Допустили ошибку, например. Вот таким методом можно быстро найти, сопоставив просто два вот этих параметра, найти проблему в ваших рекламных кампаниях или в вашей коммуникации с аудиторией. По результатам. Что нужно обязательно по источникам трафика? Первое. Это использовать UTM-метки для всех размещений, на которые вы можете повлиять. То есть на контекстную рекламу вы можете повлиять на UTM-метки, email-рассылки обязательно, таргетированные обязательно. На SEO вы, к сожалению, на SEO-продвижение вы не можете сделать UTM-метки. Ну, по сути, это как бы вам не нужно. Детализируйте любую кампанию, то есть любой источник трафика вы должны детализировать максимально. На регионы, на, например, компании, на какие-то дополнительные аудиторные характеристики, чтобы понять, в чем причина недостатка в коммуникации. Что не так, когда пользователь приходит к вам и, соответственно, почему-то не выполняет целевую задачу. Используйте показатели отсказов для оценки соответствия аудитории страницы входа. Это очень важная качественная метрика, по которой вы очень быстро сможете определить, насколько соответствует аудитория вашему предложению для ваших пользователей. Вот еще один интерфейс, да, что очень важно, что нужно сказать. Про поведение пользователя на сайте. Очень многие оценивают страницы, то есть есть такой подсчет страницы, оценивают по показателю отказов. К этому отчету данные показатели неприменимы. Показатель отказов применяется только... Это метрика сеанса, не страницы. И она может применяться только к странице входа. Страница входа — это характеристика пользователя, то есть с чего он начал ваш сайт. То есть характеристика сеанса, с чего он начал ваш сайт, знакомство с вашим сайтом. И к ней может быть применим отказ. То есть он начал знакомство с главной страницы и пошел ли он дальше. То есть показатель отказа отвечает на этот вопрос. Можно ли его снизить? Вы будете смотреть непосредственно по страницам входа. Вам не нужно смотреть его по всем страницам сайта, потому что показатель отказа применяется только ко входу. И дальше, соответственно, вы можете смотреть. Вот у вас есть, например, блоговые страницы какие-то, на которые вы ведете людей. И вы видите, как бы, вот блог. Какая задача у пользователя может быть? Либо пойти дальше в блог, либо пойти на ваш непосредственно ключевой сайт. И начать взаимодействие, например, по конкретной задаче. То есть, например, подписка на мероприятие. Вот блоговые страницы, да, они имеют там большой показатель отказа. Почему? Ну, потому что она где-то вылезла по SEO. Люди пришли, ну, в поисковиках. Люди пришли, запросили, например, там, как делать конкурентную разведку в интернет-маркетинге. Вы, например, написали на эту статью. Человек приходит, читает, и это его финальная задача. Он не будет, кроме как прочитать, у него не было задачи другой. У некоторых есть, они, конечно, походят еще. Желательно как-то предложить им, например, в этот момент на вас подписаться и смотреть вот эти блоговые страницы только по факту цели подписки. Вряд ли людей, которые в блоге находятся, вы активно переманите, например, на то, чтобы они с вами начали переходить на ваше мероприятие. Вот. Но подписавшись, вы потом можете, если вы предложите ему подписаться, вы можете потом его сконвертировать в мероприятие. Поэтому показатель отказов оценивайте только для страниц входа, не оценивайте его для страниц общих. Это не даст вам никакого понимания о том, насколько эффективна страница. Есть такой показатель и такой раздел, как скорость загрузки сайта. Сейчас аудитория интернета становится все менее терпеливой и все больше хочет получить какой-то быстрый ответ на свой вопрос. Либо это вопрос, либо какая-то задача, которую он решает. И долго сидеть с вами он не будет. Поэтому очень часто, когда мы занимаемся активным продвижением какого-то бренда, мы обращаем внимание на клиента, на то, что ему нужно активно снижать этот показатель. Среднее время скорости загрузки каких-то типов разных страниц. Например, страницы главной, которая является основной точкой знакомства. Например, страницы услуги, например, страницы мероприятия или какой-то процесса оформления пожертвований, страницы оформления пополнения счета. В этом случае, если вы снижаете этот показатель, вы можете меньше терять пользователей, которые приходят за быстрое решение задач. Сейчас таких очень много. И чем... Есть прямая зависимость, есть исследования от компании Google, других компаний, насколько сильно влияет данный показатель на результативность интернет-маркетинга. Поэтому, если вы видите вот такие цифры, как 12, средняя скорость загрузки, какой-то страниц 12,9, вам стоит все-таки проверить, почему страницы загружаются так медленно. Что можно сделать, чтобы увеличить скорость загрузки данной страницы? Например, до 6 секунд. Точнее, снизить скорость загрузки до, например, 6 секунд. Собственно, вот это будет ваша задача, которая сильно может повлиять на результат конверсии целевой действия. Также раздел «Поведение» еще позволяет вам отслеживать всякие действия на сайте. Они делаются с помощью дополнительного кода. Вы можете прочитать это, как это делать в справке Google Analytics. Называется это функционал «Событие» или «Эвент». Сейчас я расскажу о применении больше этого момента, чем о том, как это делать. Например, есть такая история, как пополнение счета, или пополнение баланса, или, например, пополнение пожертвований где-то на краудфандинговой платформе. Что здесь есть? Есть идентификатор, который вводит пользователь, есть сумма, есть метод ввода. Все это можно с помощью дополнительных действий. Мы понимаем, что это интерактивная страница, которая без дополнительных действий мы не можем понять, что пользователь нажимает на кнопку «Продолжить». Мы не можем понять, при каких условиях он нажимает на кнопку «Продолжить». Если мы научимся это отслеживать, а это можно отслеживать, каждое действие, клик, прокрутка, движение мыши, вообще можно отслеживать с помощью Google Analytics. И можно получить, например, такой отчет о результативности каждого, например, онлайн, методов оплаты, есть ли ошибки на этапе пополнения. И вы, например, можете потом ответить на вопрос, а сколько пользователей получили ошибку и дальше не пошли. То есть они начали заполнять, получили ошибку и не оплатили в итоге вам, не пополнили ваш счет. Вот. А также вы можете понять метод, да, то есть или пакет, который он выбирает при пополнении, если у вас есть пакеты, то есть сколько денег он готов внести. Все это можно отслеживать с помощью событий и получить вот такой вот отчет, который покажет вам, ну, насколько результативно пользователи ваши заполняют ту или иную задачу, выполняют ту или иную задачу. Вот еще один пример, да, вот когда у вас есть просто контентная история, то есть вот, например, мы показываем какой-то лендинг, на этом лендинге больше ничего нету, кроме как там контента и какой-то формы заполнения заявки на мероприятие. Показатель отказов в этом случае будет очень большой, потому что нету целевых действий, оно всего одно. И если вы, например, делаете конверсию, определенную конверсию, то все остальные люди, они, по сути, являются отказом, потому что другие действия они сделать не могут. Чтобы понять, например, как пользователь изучает контент, можно, ну, например, отправлять прокрутку страницы. Вот можно получить такой отчет, либо получить, например, не процентное отношение, да, того, что, до какого момента пользователь прокрутил, а, например, до какого экрана он прокрутил. Это все также настраивается дополнительно, и это называются вот такие поведенческие данные, интерактивные поведенческие данные, которые есть у вас, должны быть у вас в отчете события, и по которым вы можете принимать, строить сценарии поведения. Ну, например, если я добавляю еще один экран с информацией, вот я запустил это, посмотрел, пользователи стали больше вникать, они, например, если я добавил еще один экран, сократится ли у меня конверсия в заявку формы, там, и почему, например, я добавил этот экран, и люди, например, на нем стали теряться. Вот, или, например, я его уберу, и люди станут, это бесполезная информация или какая-то отпугивающая информация, и люди докручивают до нужной задачи, эту нужную задачу изучают, выполняют подписку на форум, вот, подписку на, допустим, или на мероприятие, и, соответственно, у него проходит все успешно. Вот. Рекомендации по поведенческим моментам, то есть, что вы обязательно нужно делать, во-первых, вам нужно определить важные действия на вашем сайте, которые являются интерактивными, которые Google не умеет по умолчанию отслеживать. Это любая, по сути, все, кроме отслеживания обновления URL-адресов. Отдайте вашему техническому специалисту задание настроить отправку событий по каким-то определенным целевым действиям. Например, нажатие на кнопку, например, заполнение формы, например, прокрутка до формы. То есть, вы можете построить сценарий, что люди, там, воронку, да, сколько людей зашло, сколько людей докрутило до формы, сколько людей заполнило форму. Вот. Это первое, что нужно сделать. Соответственно, вам нужно понять, что является ключевым, что вы можете на вашем проекте действительно вам нужно измерять и просить настроить как событие. Второй момент – это обязательно изучайте скорость загрузки. Она влияет на вашу конверсию. Это по умолчанию так. Здесь можно не проверять, а просто доверять. Показать ли отказов? Опять же, мы смотрим только со страницами входа и изучаем именно качество аудитории и не смотрим его в отношении страницы, хотя он у вас будет в отчете страницы. И результат. Ну, результат – это очень важная штука. То есть, вот, например, есть такой евангелист Google Analytics, зовут его Авин Эшкошек. Он как раз, собственно, чем отличается Google Analytics от того же Live Internet? тем, что вы можете отслеживать результат. То есть, в Live Internet вы, конечно, тоже видите какую-то статистику, ну, вопрос ее качества тоже, да, но и вы не сможете увидеть, что пользователь делал в итоге. Google Analytics это, по сути, поведенческая аналитика, которая основана на вот этом понятии цель. у цели есть несколько особенностей, они могут быть, во-первых, и ключевая особенность, она может быть выполнена только один раз за сеанс. Почему? Потому что цель это характеристика сеанса на предмет был и не было. То есть, была ли выполнена задача или не была выполнена задача у этого конкретного сеанса. Цели могут быть настроены, ну, например, на посещение страницы. То есть, была ли в рамках данного сеанса посещена страница контакты. выполнение интерактивного действия. Была ли выполнена успешная отправка формы регистрации на мероприятие. Было ли просмотрено, например, пять страниц контента. То есть, вы, например, мероприятие говорите, хотим более пяти страниц, чтобы было просмотрено, и это будет моя цель. Ну, или, например, вы хотите, чтобы люди проводили на вашем сайте больше времени. Соответственно, вы будете им говорить, что там, можно поставить цель на продолжительность хождения на сайте. Ну, вот, да, есть вот эти все примеры, вот они выполнены, скриншот, то есть вы можете 20 целей заполнить, и любую из них, ну, в основном все-таки настраиваются именно на целевую страницу или на события. То есть действие какое-то вам нужно или просмотр какой-то страницы. Например, страница «Спасибо за регистрацию». Например, действие, там, нажатие на кнопку. Несколько примеров. Вот, на данном проекте Мегафон ТВ, да, у вас есть задача, вы предлагаете контент. Например, просмотр ТВ-канала бесплатного. Вот. И ваша задача это, по сути дела, вот это нажатие на кнопку «Смотреть». Вот это будет ваша цель. Ну, почему? Потому что, ну, цель может быть такая, вот, а можно ее конкретизировать. Например, отправлять события с тот момент, когда уже просмотрено хотя бы 5 минут. То есть вы тогда будете конкретизировать, что пользователь действительно начал смотреть контент. Вот, это делается на стороне, соответственно, разработчиков, но вы можете отправить события в Google Analytics, что пользователь смотрит контент уже 5 минут, и значит, что он действительно является больше целевым, чем он просто нажал на кнопку «Посмотреть», может он нажал, а потом он захотел уйти. То есть это не совсем конкретная цель, а вот цель всегда можно конкретизировать до какой-то более точной задачи. Вот, соответственно, результат всегда смотрится в любом отчете, вы можете посмотреть результат по целям в любом отчете, который относится к сеансам. Ну, то есть страница не относится к сеансам, там вы результат по целям посмотреть не можете. А вот, например, источник относится к сеансу, и в этом случае вы можете видеть конверсию, например, 5% с этого данного источника, и можете увидеть результат в достигнутой цели. Сколько их было? И дальше вы можете делать вывод о том, что источник трафика недостаточно хорошо работает на нужный результат. Я его могу либо оптимизировать, то есть детализировать, отключить где-то что-то, сократить расходы на этот источник трафика. Тем самым, там, я уберу неконверсионные, например, объявления и оставлю конверсионные объявления. Тем самым, я увеличу, во-первых, конверсию, во-вторых, снижу расход, у меня снизится расход, ну и цели я, скорее всего, буду получать либо столько же, либо, может быть, чуть-чуть меньше, но не так страшно это будет, и это будет соответствовать моей задаче. Вот еще один пример, краудфандинговая платформа, то есть нужно поддержать какой-то проект. В данном случае я могу как цель выявить, то есть поддержать, то есть написать или подписаться, да, то есть две цели, может быть. Вот. Но после этой цели у меня есть еще такая штука, то есть я нажимаю поддержать, и дальше у меня еще возникает какой-то пакет, то есть как поддержать, 50 рублей, 100 рублей, там и еще как-то. И тут есть разные кнопки купить. То есть, ну, во-первых, мы с вами видим воронку действий, да. Воронка действий в Google Analytics есть, она вот в таком виде есть, то есть, например, вы можете выявить последовательность действий по воронке, что, например, пользователи начинали выполнять действия нажали на поддержать, а потом следующее действие было, они купили все-таки пакет. То есть, было в воронке там два действия. Помимо этого, есть еще такая штука, как в данном проекте, как видите, здесь деньги. То есть, если вы вносите, если пользователи вносят деньги, то, например, 50 рублей, то это уже коммерция. Вы можете оценивать источник трафика по количеству внесенных денег на платформу. Соответственно, в качестве результата вы будете получать не просто целевые действия, конверсию в целевые действия, а еще и дополнительно сколько денег было внесено и сколько денег, какой был доход с того или иного источника. И вы уже будете смотреть источники не только по конверсии, но еще и по доходности. Например, у вас может быть низкая конверсия, но люди, которые приходят оттуда, они вносят много денег. Поэтому не рекомендуется с этим источником что-то делать. Вот. Также вы можете, например, сделать такую штуку, как... Ой, не надо было нажимать «Крестовать». Видимо, да. Сейчас, секунду. Ну, окей. Да, вы можете, например, сделать разбивку по разным типам устройств. То есть конверсия, она может быть по воронке одна. Например, вы понимаете, что ваша основная аудитория заходит с мобильных устройств. А на мобилке ваш сайт очень плохо отрабатывает, и вы видите эту замечательную конверсию. Тем самым вы понимаете, что с мобильных устройств надо активнее работать, возможно, делать проще гораздо форму заполнения регистрации на мероприятие, делать удобнее интерфейс, чтобы пользователь видел несколько кликов, а не видел все полотно сайта. То есть постараться сделать так, чтобы удобнее был процесс заказа. или процесс выполнения, соответственно. Результат. Есть рекомендации. Во-первых, обязательно настройте цели, но опять же, помните, что их всего 20, поэтому не настраивайте на все подряд. Во-первых, вы не сможете это контролировать, вам нужны только те цели, которые действительно вы можете контролировать, по которым вы можете принимать решения и на которые можете влиять. То есть, например, если ваша цель это конверсия, цель это действие финальное в регистрацию, и вы понимаете, что вы можете это влиять, можете отслеживать, и это важно, то стоит настроить это как цель. Если же вы понимаете, что там вы хотите поставить цель какую-то просто прокрутки страницы, ну да, вы можете это поставить, но с другой стороны она недостаточно уточнена. То есть, скорее всего, если вы хотите все-таки посмотреть взаимодействие с контентом и посмотреть объем сеансов, в которых пользователи заходили и прокручивали страницу допустим до формы, то возьмите так, чтобы цель такую, чтобы она срабатывала только, когда пользователь докрутил до этой формы. То есть, не просто прокрутку страницы, а именно докрутку до вот этой формы. Помните, цель это характеристика сеанса, то есть, не количество действий. Он может 20 раз прокрутить, но засчитается один раз. Если у вас есть коммерческая часть проекта, например, пожертвования, настраивайте отчеты по электронной торговле. Это отдельный большой блок. Они позволят вам, во-первых, померить воронку, которую вы там видели, такую с голубыми столбцами. Во-вторых, они вам ответят на вопрос, что именно пользователи выбирают в качестве продукта. Но если кранфайлинговая платформа, то вы видите, какие пакеты, то есть 50 рублей они вносят массово, или, например, они много раз положили по тысяче рублей. То есть, это тоже дает некое понимание о том, что за аудитория и сколько я могу хотя бы вкладывать, например, своих денег в привлечение, чтобы получить пожертвование на такой инвентарь. И изучайте результат по каждому доступному параметру, то есть, что имеется в виду, вы должны, если у вас есть источники, старайтесь детализировать их, например, по региону, по странице входа, даже по техническим моментам, по браузерам. Это позволит вам понять детализация вот этих параметров, источника трафика по компании, по каким-то еще параметрам, она позволяет вам понять и сделать выводы о том, где не так. И, например, вы можете провести точечную оптимизацию, тем самым увеличить результативность данного источника трафика. То есть, один из примеров, вы можете убрать рекламу в таких-то регионах, которые недостаточно для вас привлекательны. То есть, оттуда приходят люди, но почему-то они не интересуются и в меньшей степени интересуются вашей задачей. Вы можете убрать оттуда рекламу и тем самым будете меньше денег тратить и получать тот же самый результат. Вот. Ну, напоследок то, что хотелось сказать. Google Analytics, как я уже говорил, это инструмент анализа. Google Analytics это не инструмент управления. Google Analytics может ответить вам на вопрос, сколько я получил и иногда на вопрос, почему я это получил. При этом Google Analytics не может улучшить результат. Улучшить результат можно следующим образом. Должен быть некий последовательный цикл действий, который позволит вам правильно, скажем так, подойти к этому процессу. Во-первых, когда вы делаете анализ, вы делаете гипотезу. Гипотезу к проекту, к аудитории. Ну, например, вы хотите понять, какой у меня показатель отказов у людей. Может быть, мои люди не регистрируют на мероприятии, потому что они не понимают страницу привлечения и ее нужно оптимизировать. Что вы будете делать? Вы будете делать запрос к данным у пользователя в ходе на эти страницы и смотреть показатель отказов, например, и результат конверсии. По данным метрикам вы поймете, что, например, эта страница отрабатывает плохо. Вы можете дополнительные действия включить, посмотреть, как люди взаимодействуют со страницей. Может быть, у них не получается заполнить форму. Может быть, им не нравится контент или вы недостаточно презентовали контент. Вы получаете данные, делаете выводы. Выводы могут быть следующими. Например, моя платформа о мероприятии недостаточно хорошо показывает мероприятие, демонстрировать. Добавлю я видео о мероприятии и посмотрю, что получится. Вы добавляете видео и дальше у вас есть изменения, выводы, то есть вы смотрите, что произошло, какой результат. Сравниваете его с тем, что было и вот он у вас получается. Сравните с тем, что было и, соответственно, делаете вывод по общим результатам, что добавление видео на такую страницу повлияло на то, что люди стали лучше регистрироваться в мероприятии. То есть они поняли, что мероприятие хорошее, видео хорошо это осветило и, соответственно, люди при тех же самых усилиях вы получаете больше результатов. И дальше вы фиксируете эту метрику и за ней начинаете следить. Если вы ее бросаете, то, скорее всего, у вас через какое-то время тоже начнутся какие-то проблемы, которые вы не успеете вовремя осветить. Вот, поэтому важно запомнить, что Google Analytics это инструмент управления, инструмент анализа. Ваша задача задавать к нему вопросы. Как только вы научитесь задавать к нему вопросы по разным примерам, по вопросам данным, вы можете приступать к управлению. Управление это первое это изменение, то есть изменение посадочной страницы с помощью обетестирования, например. И второе, например, ремаркетинг на эту группу аудиторий, как мы с вами разбирали в когортном анализе, то есть мы поняли, что люди перестали со мной коммуницировать, давайте-ка мы их вернем с каким-то конкретным предложением. Вот. И это вторая задача, которую вы можете решать с помощью анализа в Google Analytics и инструмента ремаркетинга и инструмента управления, например, Google AdWords. Вот. Вот, собственно, некий такой экскурс в то, как работать с данными, что можно из этого получить. Получить, на самом деле, можно очень много, но самое важное, чтобы ваши выводы были либо применены, либо рассмотрены тем, кто имеет на это влияние. То есть, либо ваше, может быть, руководство, либо ваш клиент, либо человек, который управляет проектом, с которым вы взаимодействуете. Очень важно, чтобы вы смогли убедить эти данные, ну, точнее, ваши выводы применить к действию, иначе аналитика не имеет никакого смысла. Вот. На этом я все. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Вот. Соответственно, можете задать. Илья, большое спасибо. Просто вопросы, я даже не знаю, будут или нет, потому что достаточно полно было рассказано. Я думаю, давайте так сделаем, что просто времени уже достаточно много, я думаю, заняли. Вот. Если будут вопросы, просто пусть они пишут в Facebook мероприятие тогда, и я просто тогда перенаправлю. Да, давайте сделаем так. Так что, тогда говорю большое спасибо. Презентацию, да, можно скачать. Илья, большое спасибо за время. Да, вам спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.